МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужные инвестиции? Какие инвестпроекты планируют реализовать в стране? Расскажем. И безопасные машины, новые правила техосмотра обсудим сегодня в нашем ток-шоу «Итоги». Но теперь обо всем по порядку. 38 оздоровительных комплексов и 39 новых школ построят в Алматинской области. Об этом сегодня заявил президент нашей страны, который прибыл в регион с рабочей поездкой. Как изменится жизнь жителей области в ближайшее время, он рассказал на встрече в городе Кунаеве, который, напомним, отныне новый областной центр. Затронул глава государства и тему дефицита жилья в области, а также поручил создать новый генплан развития города. О том, как Кунаев хотят превратить в новый центр притяжения, в противовес Алматы, расскажет Тимур Козагулов. Сегодня Кунаев уже не просто спутник Алматы. Это областной центр с развивающейся промышленностью, туристическим комплексом и горным бизнесом и широкой сферой услуг. Однако есть и многолетние проблемы. За прошедшие полгода в новом статусе, конечно, решить все вопросы сразу невозможно. Одной из наболевших проблем в регионе не хватает почти 400 врачей, а люди вынуждены лечиться в Алматы, так как в Кунаеве все еще нет современной и качественной больницы. На встречу с жителями президент Казахстана заявил, вопрос уже решается. На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения. По моему поручению реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно. Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого правительством будут приниматься конкретные меры. Конкретные меры нужны и в вопросе жилья. Регион густо населенный. В области живет больше полутора миллионов человек. 84% из них в сельской местности. 180 тысяч человек живут в прямом смысле на дачах. При этом в области много аварийного и ветхого жилья, отметил Касым Жумар-Токаев. Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Высок уровень износа коммуникации. Поэтому правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья. С другими словами, Конаеву нужен новый генеральный план, где учтут все необходимые социальные объекты. И крупным проектом города как нового научно-образовательного центра и места притяжения студентов и молодежи в противовес Алматы станет Академгородок. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса. Возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. С учетом имеющихся проблем полагают целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Конаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года предоставить конкретные предложения по этому вопросу. Намного лучше дела обстоят в регионе с промышленностью. В Алматинской области доля обрабатывающего сектора одна из самых высоких в стране – 90%. Лидирующие позиции по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других хостоваров. Есть потенциал и в строительстве. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны. На сегодняшний день в области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Гейт-Сити, возводимого между городами Алматы и Конаев, будет открыта специальная экономическая зона. Следует активизировать эту работу. В Казахстан уже перебазировались больше 50 международных компаний. И, как правило, расположились они в крупных городах. А это чревато перегрузкой инфраструктуры. Глава государства поручила Акимату и правительству разместить производство по территории Алматинской области. Это реально поможет ее экономике и даст приток инвестиций областному центру. Конаев развивается по четырех направлениям. Это, в первую очередь, промышленность. Второе – это у нас малый и средний бизнес. Третье – это развитие туризма. И четвертое направление наше – это развитие сельского хозяйства, аграрного. Только в этом году на объекты на развитие туризма, то есть частными инвесторами, более 5 миллиардов тенге внесли инвестиции. В целом у нас сейчас, если взять только за 9 месяцев, у нас на более 100 миллиардов тенге мы произвели продукцию. Более 42 миллиардов тенге мы уже привлекли в инвестиции. Местные жители с обретением нового статуса родного города изменения в лучшую сторону видят и ждут не сколько скорого, но качественного решения их проблем. Парки открывают новые, строят как раз, ну, еще город развивается, красивее становится. С нашим областным центром я хочу сказать, что у нас очень большие изменения. И мы, как коренные жители, очень рады. Молодежь к нам едет, работа у нас появилась, вот, пожалуйста, строительство везде идет. Я считаю, город строится. Я очень рада, что наш город развивается и что он стал областным центром, потому что это привело больше туристов и больше жителей к нашему городу. Я думаю, что если дать нашему городу пару лет, то он не будет хуже Алматы. Тем более, учитывая ту новость, что многие университеты и колледжи перенесут в Кунаев, то это еще лучше. Посетил президент сегодня и памятник Дин Мухаммеду Кунаеву, в честь которого город и назван, а также местный парк, который стал еще одной визитной карточкой города. Глава государства вместе с чиновниками и ветеранами труда прошелся по местной аллее и поговорил с людьми. Там же Касамжумар Токаев продемонстрировал не только силу своих слов, но и рук. Местный популяризатор национальных видов спорта показал лидеру номер с железными гвоздями, согнутыми в узел, символизирующий единство народа. Президент повторил трюк. Местный популяризатор Президент же поручил рассмотреть в будущем комплексе возможность обеспечения населения социальным жильем. Отметил сегодня в Кунаеве президент и потенциал Алматинской области в сельском хозяйстве, продовольственном обеспечении страны и транспортно-логистической сфере, учитывая, что регион граничит с Китаем, а рядом находится железнодорожный узел и автомагистраль. Ожидает местных жителей и масштабный строительный бум. В целом, Кунаев должен стать контрмагнитом Калматы и новым центром притяжения для молодежи, инвесторов и бизнеса, подчеркнул глава государства. Тимур Казагулов, Ерлан Наурезбаев, Бахатбек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента Алматинской области. Позором для власти назвал президент Казахстана произошедшие события в январе. Об этом он заявил на встрече с общественностью Алматинской области. Глава государства отметил, что из этой трагедии следует извлечь уроки и не героизировать бандитов и террористов, ведь это чревато повторением. Кто-то этого очень желает, добавил Касамжумар Тукаев. Те, кто совершил госизмену, проявил трусость и двуличие, предстанут в скором времени перед судом. Следствие по их действиям будет продолжено. Президент также отметил, что во главу угла внутренней политики Казахстана следует поставить закон и порядок. Только так получится реализовать экономические реформы во благо населения. И только закон и порядок не позволят допустить повторение трагического января. О январских событиях говорили и в Можелесе. Сегодня там одобрили законопроект об амнистии почти полутора тысяч участников беспорядков. Согласно документу, совершившим тяжкие преступления сократят сроки наказания на три четверти. Особо тяжкие преступления на одну вторую. При этом, если осужденным на день введения в действие закона об амнистии осталось отбывать наказание не более года, то основное наказание сократят на весь его неотбытый срок. Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, организацию массовых беспорядков, пытки. В кулуарах Можелеса заместитель генпрокурора Осет Чандалеев также рассказал, на какой стадии находится дело экс-главы КНБ Карима Масимова, которое расследуется под грифом секретности. Как вы знаете, в августе еще месяц КНБ официально заявил, что дело раскрытовано, и сейчас проходит ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела. Я до этого вам говорил, что ознакомление может занять определенное время. По-разному. Я не знаю. Это зависит от активности самих адвокатов и самих обвиняемых. Ограничений никаких мы не выставляли. Сегодня также мажоресмены одобрили законопроект о трансфертах. В следующем году бюджет республики получит из нацфонда 2 триллиона 200 миллиардов тенге. Министр нацэкономики Алибек Куантыров заявил, что вливание из резерва в казну будут постепенно сокращать. В 2024 году трансферт составит 2 триллиона тенге. В 2025 году 1,9 триллиона. Таким образом, в предстоящие три года из нацфонда собираются изъять более 6 триллионов тенге. Эти средства предлагают направить на финансирование социальных обязательств. Напомню, гарантированный трансферт каждый год поступает в госказну для покрытия ее дефицита. В этом году сумма должна быть более 2 триллионов. Но затем трансферт увеличили уже в два раза. Эксперты связывают это с ростом инфляции, которая, напомню, на сегодня составляет 17,7%. Мы подняли базовую ставку с 9,75% до 14,5%. Национальный банк продолжит проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику. Второе – это снижение внешнего инфляционного давления на продукты питания. Индекс ООН продовольственных цен шестой месяц подряд показывает падение потихоньку. Продолжим выпуск. В Казахстане реализуют инвестиционные проекты на общую сумму полтора миллиарда долларов. А потом заявили сегодня на ежегодной встрече инвесторов, собравшие свыше 600 представителей зарубежных компаний. Реализация проектов планируется в нескольких отраслях – металлургии, переработке газа, ядерной медицине и производстве электроэнергии. На встрече обсуждали вопросы адаптации к логистическим изменениям в новых геополитических условиях. Затронули также сферу капиталовложений в агропромышленный комплекс для обеспечения продбезопасности. Традиционно за страны Западной Европы, США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия – это наша десятка, которая составляет практически 90% в денежном выражении всех инвестиций. Но сейчас ситуация меняется, и мы видим в связи с санкциями в отношении Российской Федерации, очень много компаний, которые ранее не могли выбирать Казахстан из-за емкости рынка, но хотят остаться на евразийском пространстве, теперь вынуждены перебираться в Казахстан. И вот все эти компании сегодня здесь. Наша основная цель сейчас – показать, что мы остаемся таким островом стабильности для инвесторов. Казахстан, Китай – три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества. Под таким названием книгу сегодня презентовали в Алматы. Издание рассказывает об истории развития отношений между двумя республиками. В ней архивные документы, редкие фотографии и уникальные справочные данные, которые ранее нигде не публиковались. В здании также собраны все соглашения, договоры, заключенные за три десятка лет депотношений между Казахстаном и Китаем. За этот период было подписано около 200 документов. Книга издана на трех языках – казахском, русском и китайском. Буквально месяц назад представитель Си Дзинпин совершил государственный визит в Казахстан. Это его первая загрантурная после двухлетней паузы. Эти события стали яркими страницами в год тридцатилетия. Состоявшийся месяц назад государственный визит в председатель России в Казахстан имеет историческое значение. В ходе визита глава Китая вновь подтвердил недвусмысленную поддержку независимости, суверенитета и территориальной ценности Казахстана, а также всех политических и экономических реформ, предложенных президентом Токаевым в рамках строительства нового Казахстана. Теперь перейдем к теме предстоящих выборов. Каракат-Абден официально зарегистрирована кандидатом в президенты. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что она сдала экзамен на знание госязыка и предоставила все необходимые документы. Они соответствуют требованиям. В ее поддержку собрано 121 тысяча голосов. Каракат-Абден уже четвертый зарегистрированный кандидат и первая женщина на предстоящих выборах президента. Ранее в ЦИКе выдали соответствующие удостоверения Касамжамарту Токаеву, Мейраму Кожикену и Жигули Дайрабаеву. Я ждала этого шанса, потому что те вопросы, которые я ставлю перед собой, нужно выносить на высокий уровень. И то, что сегодня я стою за этой трибуной, перед вами женщина-кандидат, я думаю, говорит о многом. Все-таки в нашей стране есть гендерное равенство. Я стремлюсь к победе, и я очень уверена. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека сегодня открыло миссию по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в нашей стране. В нее входят 11 международных экспертов, базирующихся в столице, и 30 долгосрочных наблюдателей, которые отправятся по регионам. Бюро также планирует привлечь еще 300 краткосрочных наблюдателей, которые приедут к нам за несколько дней до выборов. Но в преддверии Дня Республики прогнозы новых перспектив развития страны озвучили эксперты, и по их мнению, в Казахстане с каждым годом возрастает политическая активность граждан. И именно она станет ключевым фактором в процессе развития демократизации государства. Кроме того, специалисты уверены, что все начатые политические реформы направлены на упразднение авторитарной системы власти. В частности, это демонстрирует послабление в требованиях по регистрации политических партий. Но, по мнению политологов, сейчас процесс находится лишь в начале своего пути. Сами реформы нас ожидают впереди, потому что необходимо выстроить полноценную демократическую систему отображением всех зон населения, слоев. У каждого части населения должна быть определенная сила политическая. Я не говорю только о партии. Здесь могут быть и объединения, причем общественные, которые будут отстаивать интересы населения. Я считаю, что необходимо развивать журналистику, что, без сомнения, также будет определенным индикатором развития политических реформ. На этом у меня все. Я отмечу, что наши выпуски можно также посмотреть и на сайте телеканала Хабар, в ютуб-канале и также в социальных сетях. Это Facebook и Instagram. Инстаграм.